Каждое утро в квартире Светланы Матвеевны Кронблат начинается с того, что она отдергивает занавеску и здоровается с цветущей бегунией. Все цветы прекрасны, потому что это самое лучшее украшение мира. Но у этого цветка особая история. Я его посадила совсем маленьким отросточком. Вот он очень быстро зацвел, и глаз от него оторвать невозможно. И однажды при уходе за ним я обломила часть цветка. Но мне жалко было выбросить. Я воткнула просто эту веточку в землю, а он цветет и даже новые бутоны пускает. Вот совершенно удивительный цветок, как символ такой прекрасной жизни, которая должна быть на земле. Я с ним разговариваю, он для меня как живой. Каждое утро здоровое спрашиваю, как ты, дорогой, себя чувствуешь. Вот он цветет мне на радость. Говорю, дорогой пилый, какой ты прекрасный. В памяти Светланы Матвеевны живут воспоминания о других цветах. Невзрачных, жестких, роняющих цвет под знойным августовским небом 1942 года. Цветы росли вдоль пыльных дорог, когда семья Кронблат пыталась уйти в сторону Пятигорска. Но прошла весть, что наступавшие фашистские части уже опередили беженцев. Учитель Кронблат и два его ученика ушли окольными путями в сторону Арзеникидзе, где сразу же явились в военкомат. А мама и шестилетняя Светлана вернулись в Черкесск, откуда направились в станицу Зевенчукского. Там их приютили станичники, не спрашивая о национальности, не страшась принимать в своем доме тех, с кем фашисты расправлялись в первую очередь. Не выдали, сберегли. В январе 1943 года, когда Черкесск был освобожден от немецко-фашистской оккупации, маме прислали письмо родственники из Москвы, что отец туда написал. Он писал, что оставил семью, а сам ушел в армию. Позже мы узнали, что у них было очень большое передвижение, переформирование. Это было на юге, начиная с Белиси и дальше до самого Черноморского побережья. Ну и уже после войны знакомые, которые жили на побережье, рассказали маме, что папа забегал к ним и сказал, нас сейчас грузят на пароходы и мы отправляемся в Туапсе. На этом все оборвалось. Позже все узнали, что в Туапсе была настоящая мясорубка. А в ответ на мамины запросы пришел официальный ответ, что отец пропал без вести. Сегодня в окнах 13-й школы отражаются зеленые свежие веки. Наверное, в 1942 году этих деревьев еще не было. В тревожные августовские дни не звучали в школьном дворе звонкие голоса ребятишек из младших классов. Здесь была тишина. Между тем учитель Матвей Кронблат попал на Южный фронт. В темном порту, лишенном огней, вместе с боевыми товарищами он грузился на корабль. Транспорты шли на Малую Землю, на Керченский полуостров. Один за другим отчаянные десанты советской армии обрушивались на позиции врага. Где-то там, в ожесточенной схватке, Матвей Кронблат сделал последний шаг по земле. В память об учителе в классе на втором этаже 13-й школы размещена мемориальная доска. Ее открывали на школьной линейке еще 40 лет назад и теперь берегут. 70-летие Победы было таким волнующим событием для всей страны, что, наверное, ни один человек не мог остаться в стороне. А особенно те, у кого близкие воевали или погибли. Вот как в нашей семье отец мой пропал без вести в 1943 году. И поэтому, когда я услыхала, что организуется такой бессмертный полк, я решила принять участие. Вы думаете, павшие молчат? Конечно, да, вы скажете, неверно. Они кричат, пока еще стучат в сердца и оживают нервы. Фотография родителей Светланы Кронблат, Фаины Александровны и Матвея Малисеевича. Этот снимок еще из того времени, когда они были вдвоем и достойно служили своему призванию. Родители были учителями и во всем стали примером для дочери. Мои родители были учителями. Может быть, это мне передалось. А может быть, просто дальнейшее воспитание мамы, поскольку росла я уже без отца, погибшего на войне, вселило в меня вот эту безграничную любовь к детям, к тому, чтобы отдавать им знания свои, какие-то эмоции. Мама работала в начальных классах, я знала все ее классы, все ее девчонки, ученики были моими подружками. Ну, а в дальнейшем, когда я сама уже стала педагогом, я очень часто вспоминала и приводила себе в пример маму, ее школьный опыт. В небольшой уютной квартире Светланы Кронблат самое заветное и интересное место – книжный шкаф, где встретились на полках ее любимые авторы. Самое значительное, что есть в жизни бывшего педагога Светланы Кронблат, сосредоточено здесь. Есть какая-то магия в том, чтобы снять с полки вроде бы уже давно прочитанные, знакомые, но со временем не менее дорогие книги. Будучи школьницей, я увлекалась астрономией и думала пойти по этой части. Но вторая моя любовь, а может быть, она первая была – это литература, поэзия. Там, где в наши дни возвышается здание драматического театра, после войны стояла девятая школа, в которой преподавала мама Светланы Кронблат, и где она сама стала первоклассницей в год освобождения Черкеска от фашистской оккупации. Любожь поэзии и к литературе привела мама, учительница. В 43-м году, когда Черкеск только освободился от оккупации, открылись школы, и мама работала в девятой школе с начальным классом, и всё, что она детям своим рассказывала и читала с ними, она потом как бы проходила со мной. Вот так начиналась уже большая сознательная любовь к литературе. А дальше, после пятого класса, уже вполне всё определялось, потому что я читала много, выступала много в разных конкурсах, побольше и поменьше, получала грамоты тоже побольше и поменьше. Но не для этого, конечно, были эти выступления, потому что душа просила. Большое очень впечатление производили писатели, о которых сейчас, к сожалению, учащиеся знают очень мало. Например, Лев Толстой. «Война и мир». Отдельные сцены. Почти наизусть знала. На выпускном экзамене Светлана Кронблатт читала наизусть Гоголя. Чуден Днепр при тихой погоде. Читала так, что даже учителя, столько раз слышавшие этот отрывок, были глубоко взволнованы и растроганы. Сомнений не было. Из школы выпускалась будущая филологиня. Это всё как бы шло неразрывно со всей моей жизнью. И Дом пионеров, и школа, и спектакли. У нас были прекрасные учителя литературы. Они инсценировали с нами просто литературные произведения. И, например, учительница поставила Островского Снегурочку. Где я была Снегурочка, подружка моя, Дед Мороз и так далее. У нас школа была женская. Светлана Кронблатт стала студенткой Харьковского университета. Сначала на отделении классической филологии, которое в ходе учёбы было преобразовано в отделение русского языка и литературы. А в студенческие годы она уже сама что-то ставила, экспериментировала. И это было интересно всем, кто окружал энергичную студентку. Как вы в тупом относились к школе? Вы знали, что это ваше признание? Знала. В мои годы школа была не такая. И дети были не такие. Каждое время рождает своё поколение. У меня первое увлечение школы уже возникло на федпрактике. У меня были, ну я не могу вот некрасиво говорить, но прекрасные открытые уроки, где сидела вся группа, все студенты, потом вы видите это. Так что руководитель потом говорил, такая маленькая, я действительно хрупкая, малюсенькая, да я уж посолить не стала. И такие вещи выделывает в классе. Это было уже на федпрактике. Меня дежурные не пускали в школу. Вот стоят, и чтобы, значит, не пачкать полы, до начала не пускают никого. А потом уже по очереди запускают. Вот я иду. Мимо этой очереди учащихся, пытаясь пройти, мне же к уроку готовиться. А мне один говорит, мальчишка, куда брёшь? Тогда кто-то сказал, это практикантка. Так что я по виду, я от них не отличалась почти. Ну вот так это всё. Ну пропустили? Ну пропустили, конечно. На практике было бы, что преподаватель сказал, такие малы, а что с такие робы? Восточная Украина, Луганск, Краснодон, так близка ещё была к тому времени прогремевшая по стране Великая Отечественная война. Светлана Крунблат ездила по этим историческим местам. Дочь погибшего на войне солдата, она близко к сердцу принимала трагедию молодогвардейцев, которые жили и боролись в этих местах в годы войны. Я любознательная очень. Я объездила места молодогвардейцев. Я была в Краснодоне, да, потому что это всё в Луганской области. Я была в Краснодоне, я этот большой памятник групповой видела. Я была в Ровеньках, это тоже недалеко там. Там могила Любы Шевцова и Олега. Остальные все, они не там, они сброшены были же в шов. Вот поэтому я там всё, что могла, получила, вроде бы сельская местность, совхоз. Ещё, знаете, учителя интересно сельские жили. Вот они ходили друг к другу в гости. Школа к школе ездили по определённому плану. Со своим концертом, я-то помню, не видела потом нигде. Со своим концертом, с накрытым столом лёгким таким. Зимой мы на лыжах пошли пешком в соседнее село. Жизнь была довольно интересной. Распределение на работу Светлана Кронблад получила в Луганскую область, в сельскую глубинку, где ей пришлось вместо русского языка обучать ребятишек языку немецкому. Так сложились обстоятельства, что некому было учить детей иностранному языку. Она удивилась, но её университетской подготовки вполне было достаточно, чтобы преподавать иностранный в рамках школьной программы. Ей было интересно. И ещё Светлана Матвеевна вновь ставила спектакли. Теперь в сельском драматическом кружке. Первая встреча была с директором совхоза, когда мне туда директор школы привёз. По-украински можно? Ну, для сведения, может, вы забыли о том, что это два председателя колхоза, которые заявляют. И я поставила какое-то действие. Директор совхоза был один, председатель колхоза, а мой школьный директор другой. Понимаете, вот в той местности, вот эта маленькая, вроде интеллигенция, они с большим удовольствием участвовали. Ну и кое-что другое. В общем, три-четыре таких одноактных пьесы я поставила назад. Так выглядел Черкесск на рубеже 60-х годов. Его приметы были новостройки, башенные краны. Светлана Матвеевна вернулась в Черкесск, потому что здесь жила в одиночестве её мама. И девушка считала, что должна быть рядом и окружить заботой единственного близкого ей человека. Иные варианты не обсуждались. Работы по специальности не было. Кронблат подменяла время на отсутствующих школьных педагогов, причём чаще вела не русский, а именно немецкий язык. И тогда мама подсказала ей кардинальные решения. Так Светлана Матвеевна получила второе высшее образование. К первому января мама говорит, слушай, ты езжай в Пятигорск, узнай насчёт имьяза, летом поедешь поступать. Я приехала второго числа сразу. Преподавательница на меня посмотрела, что откуда по-немецки спросила, я ответила. Она сняла с полки книжку, дала в английский учебник, готовый немецкий, прочитайте. И ушла на час. Я почитала, она пришла, расскажите, рассказала. Она говорит, если я вас на второй курс посажу, вас устроит? Я обалдела. Говорю, я просто приехала узнать, у вас же летом приёмный экзамен. Она говорит, я уже вас приняла по уровню языка на второй курс. Можно, говорит, по языку и на третий, но тогда много доздавать других предметов. Я говорю, идите, оформляйтесь. Я говорю, ничего нет, я просто приехала на разведку, езжайте в Черкесск. В общем, утром я была уже там с документами, я уже сидела на лекциях. И, в общем, получилось к выпуску, что я за три года закончила. В этом старинном здании, в котором размещается в Черкесске музыкальная школа, в начале 60-х было открыто музыкальное училище. Так началась одна из главных страниц в профессиональной биографии Светланы Кронблат, которая проработала потом в музучилище более полувека. За 54 года работы в музыкальном училище, которое стало потом училищем культуры и искусств, Светлана Матвеевна обучила, наверное, сотни молодых людей. Студенты любили её уроки. Преподавала Кронблат в разные годы историю мировой культуры, Эстетику, историю театра, зарубежную литературу, русскую литературу, Историю искусств, немецкий язык. Казалось бы, не профильные дисциплины, Но именно её занятия наполняли сердца молодых людей, Побуждали их к творчеству. В театральной студии училища культуры и искусств Училась в своё время Любовь Гачияева, Ставшая одной из ведущих актрис Карачаевского театра. Помню, как первый раз к нам в аудиторию вошла молодая, Изящная, в синем платье, с синими глазами, С часами на синем фоне, Светлана Матвеевна Кронблат. Неизменно элегантная, изящная Светлана Матвеевна У нас преподавала историю зарубежного театра. Теоретическое отделение закончила в 1984 году Ольга Савенко, Ставшая впоследствии журналистом радио и телевидения. Светлана Матвеевна удивительный человек, Удивительный преподаватель. Потому что вот сколько у нас было преподавателей В музыкальном училище, некоторые имена забылись, Её нет. Всегда я вспоминаю с удовольствием. Потому что это такой учитель русского языка, Литература она мне преподавала. Вот если бы все были учителя такими, как она, Все бы были грамотными, все бы литературу любили И разбирались с ней. Я вспоминаю, какие у нас были вечера. Аслан Олевич импровизирует за пианино или за роялем. Светлана Матвеевна читает Паустовского. Отрывок из «Золотой розы». Вот. Он Моцарта играл. И у нас много раз были такие вечера, Которые запали в наши души. И Светлана Матвеевна для меня Очень близкий и дорогой человек. Я вам расскажу об одном уроке. Мы изучали Гёте. Как она нам его преподносила поэзию. Она сначала прочитала на немецком языке. И читала так, как будто это вот мастер слова такой. Знаете, вот артист читает. Потом перевела на русский. Так она читала Тургенева прозу в стихах. «Войну и мир». Я не читала, но полюбила его героев. И поняла, какой гигант вообще Толстой. Благодаря её урокам. Она учила не просто изучать, Она учила мыслить, Логически связывать воедино события. Любить героев. Понимать то, что автор хотел сказать. Чем же завораживала молодёжь эта маленькая женщина? Как ей находила пути, Чтобы пробудить интерес к книге? Чтобы научить молодых людей мыслить? Её первая заповедь – Самой быть в постоянном стремлении Расширять знания и представления о мире. Вот эта симпатичная кукла Стоит на книжной полке не случайно. Это один из многочисленных трофеев Поездки Светланы Матвеевны По городам и весям, Связанным с жизнью и творчеством Её любимого йоты. Встреча с городом Хэтштетт Осталась в памяти во всех подробностях. Вот подъезжает автобус К какой-то площади остановка. Стоит столб на столбе указатель. Цумгексенплац. Это значит к площади ведьмы. Все задумались. А наша гидша, ИНС её звали, Анна говорит, А мы к бётрским местам подъехали, Где действие Фауста происходит. И приходит местный лектор. Оттуда гид, Она же только, так сказать, Спровождала нас везде. Творчески это всё было по-другому. Приходит гид, ИНС, не гид, а лектор, И начинает рассказывать, Что вот в этих местах Происходило действие Трагедии Гёд. И всё. Меня изнутри подмывают. Я говорю, ИНС, можно я буду переводить? Так, она всегда не стерзит. А он на немецком? Да, конечно. Это на улице, на площади. Говорит, пожалуйста. И вот я перевожу всю его, Он кусками. Рассказывает, делает паузу. Я перевожу, закончила. Он целует мне руку. Группа устраивает бурные аплодисменты. И вот после этого Мы едем на высокую гору. Потому что по Вёте Вот на этой горе Была в Альбургеева ночь. Но если вы помните, Это когда шабаш. У немцев это вообще праздник такой Дурацкий. Первого мая. Они обязательно отмечают. Мы поднимаемся на эту гору. И там большой замок Стоит 12 века. И наша Гетша говорит Ну, в замок ходят сами. Мы не водим туда. Вы можете пойти. Там вы всё почитаете сами. Мы проходим по замку. Посмотрели. Наконец мы выходим. Там винтовая лестница Вниз ведёт. Я не сказала название. Это гора Брокен. Она в истории везде отмечена. Где это было. Вот как раз там, Когда Мефистофель Туда Фауста притащил, Чтоб он забыл то, Что с Маргаритой сделал. И там он попал В этот шабаш Ведем и всякой нечистой силой У него там закручивали. Вот была самая гора Брокен. Вот мы спускаемся По винтовой лестнице. Я иду первая. А дамы наши сзади говорят. Ой, голова кружится. Я говорю, А смотрите вперёд, Не будет кружиться. Иду И смотрю вперёд, И не слежу за лестницей, А думаю О себе Прекрасной. Какая я умная. Как я хорошо переводила. Ну, вы меня понимаете, да? Что у каждого человека Это Волнение страшное у меня в душе. Радость какая-то и всё. И я не слежу за дорогой И выхожу уже на вольный воздух И падаю. Вот так зацепилась каплюком. Там внизу был порожек. Впереди я успела увидеть Зелёным покрашенная пушка стояла. Я лечу на эту пушку И успела подставить Копну под лоб. В самой иронии Светлане Матвеевне Не занимать. Она и студентам своим Рассказала Об этом смешном случае На Ведьминой горе. Но по большому счёту Рассказы о местах, Где разворачивалось Действие знаменитого Фауста Завораживали студентов. Творчеству Гёте Светланы Кронблат Посвятил один из красивых Студенческих вечеров. Такие уроки Запомнились им на всю жизнь. Прочитанное Дополнялось живыми образами, Новыми впечатлениями. Столь же волнующим Был рассказ преподавателя О посещении Дрезденской галереи И о встрече Сикстинской Мадонны. Конечно, впечатление Непередаваемо первое. Мало того, что она Красива и хороша И по смыслу Замечательно. Она просто стала Я бы сказала Самой известной картиной В мире даже у людей, Которые не связаны С живописью. Это не просто были Мои развлечения, Впечатления. Всё это использовала Потом с ребятами. Я когда По этой живописи Рассказывала Об этой Сикстинской Мадонне Рассказывала Я говорю Вы знаете, ребята Я там была Аня Я говорю Вот так и так Она вот такое-то Впечатление Производит. Это вот Такие путешествия Для меня Они не просто Были отдыхом Развлечением. Значимость Литературных праздников Которые устраивала В училище Культуры и искусств Светлана Кронблат Состояла в том, Что в творческом процессе Были задействованы Практически все студенты. Благодаря Общению с педагогом На интеллектуальном уровне Молодые люди Чувствовали, Что и сами Могут быть интересными. Что они Личности Или могут Ими стать, Если последуют За своим педагогом. Это совершенно Внеклассная работа. Никто меня не заставлял. Ничего не в плане. Но я просто сразу Заведующий Гленин говорила Я проведу то-то, Я проведу то-то. Вот я сделала Гетты потом На русском И на немецком языках. И кроме Ну в общем Мы инсценировали Лесного царя. У меня нет фотографий Если вы видите Там параляв дети читают. Вокал, конечно, был. Кусочки биографии. И там Руководитель Театральной студии Берненцев Читает монолог Эггмонта Предсмертный. Это настолько Красиво И замечательно. Черная душа Прислав сюда сына Совсем не думая Ты оказал мне Благодеяние. Фердинанд Освободил меня От тревог и мучений Страх И предсмертной Тоски. А теперь Природа Настойчива И ласкова Требует С меня Законной И предсмертной На спектакле На спектакле Это спектакль По островскому И очень мало ставят Эту пьесу Пучина Называется И он Он такой Трагический Был Что мы с любой Сидели Сидели Она над моей душой Она над моей душой В общем Есть что вспомнить Светлая Яркие впечатления Обычно Это Пушкин Хоть что делаете Со мной Я почти всего Онегина знаю Не наизусть Конечно Но вот Кусками Кусками Я собираю Мне попадется Новое издание Его беру У меня какая-то Физическая любовь К нему просто И сколько бы я В жизни не читала Я от Пушкина Не отхожу Никогда Равно и То что создано По Пушкину Любимая опера Евгений Онегин Тоже Евгений Онегин Оперу могу Все спеть В смысле темы Каждую арию Каждое все Потому что Слушала Очень многое Слушаю Это даже Не знаю где Это еда Это потребность Из этой потребности Множить в окружающей Мире Количество красоты Родились Знаменитые Литературные праздники Светланы Кронблад Знаменитый Пушкинский бал Стал настоящим Открытием Для студентов Когда Была озвучена Романтическая История романса Я помню Чудные мгновения О прекрасной Анне Керн Музе Пушкина Ее дочери Екатерине Которой Посвятил музыку Романса Композитор Гленко Я помню Чудные мгновения Перед мной Я вилла с ней Как и моё Однаждое видение Как гений Чистой красоты Как гений Чистой красоты В библиотеке Светланы Кронблад Есть уникальные издания По искусству Либретто Оперных спектаклей И балетов Собраны записи Многих произведений Мировой музыкальной культуры Этими знаниями Она щедро делилась Со студентами Есть два качества Которые отличают Хорошего преподавателя Они обозначаются Глаголами Знаю И люблю Это и есть Формула Педагогического успеха Светланы Кронблад Она обладает Обширными знаниями В области искусства И искренне его любит Разносторонние образования Интереснейшие поездки В которых побывала Светлана Кронблад Нашли своё воплощение В газетных публикациях Людмила Ивановна Мамхягова Относится к числу Строгих редакторов Что свойственно Профессионалам Высокого класса Но нештатного автора Кронблад Всё-таки жалует Добрым словом И вот у неё Появлялись материалы Которые я Как редактор Практически не правила Они передавали Вот и Тему Тонкость натуры Творческого человека Мне очень нравилось С ней работать И естественно Были благодарны И сами Участники Сами работники Училища Например У неё был прекрасный материал О хоре ветеранов Потом Великолепный материал У неё был О творческом коллективе Пунченко И много-много Таких материалов Вот у неё потребность Такая Вот свои эмоции Доверить листу бумаги Понимаете И ей это удаётся У неё настолько Насыщенная Колоритная строка Что Какой-то читатель Проходит Что-то не прочитает Но Кронблад Обязательно прочитает Не зарастает студенческая тропа К дому Светланы Кронблад Хотя она уже на пенсии Идут к ней бывшие студенты Как ходят в гости К другу Без особого приглашения Потому что здесь Им всегда рады И разговор будет Задушевный Дружеский И есть что вспомнить Бывшим ученикам Светланы Матвеевне Инне Грин И Марату Даурову Выпускнику Саратовской консерватории Солисту филармонии Инна Любимая ученица Кронблад Была помощницей Во всех начинаниях Ведущей Пушкинского бала Такой праздник Останется в сердце Навсегда Это является одной Большой Продолжительной Запоминающейся Яркой встречи С талантливым педагогом Как это началось На первом курсе На первом занятии Когда я просто попала В аудиторию Услышала ее голос Услышала ее манеру Преподавания Увидела ее отношение К ученикам Почувствовала ее Просто манеру Подачи материала Способность Заинтересовать Способность Увлечь Дать какой-то Дополнительный материал Посоветовать Что почитать Все это Конечно Послужило Такому Очень Очень Доброму Такой Доброй Как привязанности Как педагогу Наверное Можно это назвать Такой Знаете Веры Абсолютной Полной веры И доверия Именно как педагогу Как человеку Такое моментальное Влюбление В личность Вот Светлана Мутовеевна Обладала Таким качеством Которое было На равных Со своими студентами Она все устраивала Так, что Студенты С радостью Отключали Свои все ненужные Заботы Задачи И прибегать к ней Занимались С радостью Даже порой Брали дополнительные задания Этот человек Яркое событие Человек Который стимулировал Человек Который поддерживал Который был И другом И мамой И сестрой О многом Вспоминается В эти минуты Например О том Что Светлана Матвеевна Никогда не ставила Двоек Даже в тех случаях Когда обнаруживалась Что урок не выучен Что на ее занятия Приходили даже те У кого она не преподавала Просто послушать Потому что там Где кронглад Всегда было интересно Дружба Понятие взаимное И молодые друзья Педагога знают Что она хочет Видеть их Значительными Пытливыми Умными Она следит за тем Что они читают А за чаем Друзья вспоминают Литературные вечера И звучавшие там стихи Которые врезались В память На всю жизнь Я вас люблю Хоть и обешусь Хоть этот рот И стыд напрасный И в этой глупости Несчастной У ваших ног Я признаюсь Мне ни к лицу Ни по летам Пора Пора мне быть умней Но знаю по всем приметам Болезнь любви В душе моей Без вас мне скучно Я зеваю При вас мне грустно Я терплю И мочи не сказать Желаю Мой ангел Как я вас люблю Что делать Что медленно кружит И вдруг толчок И вдруг летит Летит как пух От уст иола То стан совьет То разовьет И быстрой ножкой Ножку бьет Продолжается разговор За дружеским столом Который убеждает Светлана Кронблат Смогла внушить Своим юным друзьям Что чтение Это не просто способ Проведения досуга А постижение нюансов Нашей многогранной жизни Вот бы тем Кто выбирает себе Для жизни Профессию педагога Усвоить эту простую истину Хочешь стать учителем Спроси себя Ты любишь детей Ты готов стать Для них интересной персоной Как это получилось У Светланы Матвеевны Кронблат Ученики которой Не только знают литературу Но и об учителе своем Отзываются Исключительно стихами В киноленте Видений Моих воспоминаний Всегда присутствует Светлана Матвеевна Кронблат Мой любимый человек Мой любимый преподаватель И я хотела бы прочитать Маленькое стихотворение Иннокентия Анинского Оно как будто Для нее написано Среди миров Мерцаний светил Одной звезды Я повторяю имя Не потому что Я ее любил А потому что Мне темно С другими И если мне на сердце Тяжело Я у нее одной Прошу совета Не потому что От нее светло А потому что С ней Не надо Света Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok